Всевышний послал пророку Ибрагиму тяжелое испытание, повелев принести в жертву любимого сына Исмаила. После готовности Ибрагима и Исмаила подчиниться воле Всевышнего, Аллах решил, что испытание пройдено, и позволил принести в жертву барана. Повествуя о жертвенных животных, Создатель говорит в Священном Куране, «Не доходит до Аллаха ни крови, ни мяса, но доходит богобоязненность ваша». Сутью этого обряда является подчинение Создателю путем заклания дарованного им скота. Мясо жертвенного животного человек ест сам и угощает им бедняков, соседей, родственников. Это обращение Аллаха к пророку Мухаммеду. Объяви благую весть для тех верующих, кто совершает намаз, кто терпелив и кто расходует из того, чем мы их наделили. То есть, опять-таки, речь идет о том, чтобы мы расходовали тем, чем нас наделили, в частности, жертвенным животным. Здесь же говорится, объяви благую весть тем, кто совершает добро. То есть, делиться жертвам жертвы, делиться мясом жертвенного животного – это добро. Праздновать гурбан-байрамы начинают с раннего утра. Чуть света мусульмане идут в мечеть на праздничную молитву. Но прежде желательно совершить полное омовение, надеть хорошую одежду, умоститься благовониями. После праздничной молитвы в мечети имам читает проповеди, восхваляющие Аллаха и повествующие о сунне его посланника Мухаммеда. Разъясняется суть праздника. Рассказывается о поступке пророка Ибрагима, о значении хаджа и обряда жертвоприношения. Прежде всего мы должны вспомнить Коран, потому что в суре хадж, паломничество, с 26 по 38 аят дается философия хаджа. И здесь же философия жертвоприношения. То есть жертвоприношение – это неотъемлемая часть хаджа. О чем говорится в этих аятах? Что еще пророку Аврааму Всевышний наказал объявить людям о хадже. Он призвал его очистить Каабу для тех, кто будет совершать там намаз и обряды. Как правило, гурбам Байрамы длится 4 дня. В течение всего этого времени мусульмане стараются воздерживаться от грехов, усердствуют в совершении богоугодных деяний, помогают нуждающимся и укрепляют родственные связи. Для мусульман гурбам Байрамы – это возможность заслужить милость Всевышнего. Гурбам Байрамы – праздник заботы о ближних, единения семьи и покорности Всевышнему. Поэтому в каждом доме должна царить атмосфера гостеприимства и щедрости. Алла Гёсгаджиева, Рауф Гусейнов, CBC